Всё, мы сейчас красиво сделаем. Да, всё, никаких проблем. Здравствуйте, уважаемые господа. Спасибо большое, что пришли к нам. Мы — это международная образовательная конференция «Проект Лимут», которая состоится в третий раз в Одессе и седьмой раз в Украине. В этом году в Одессе, в отельном комплексе «Одесса» 5-8 октября. «Лимут» в переводе с эврита означает «учеба, учение». Это такая огромная международная конференция, которая больше 30 лет проходит по всему миру. Идея её в том, что люди, которые хотят быть вместе, которые хотят общаться, которые хотят получать еврейские знания, это осуществляют. Проект придумали англичане. Он вырос из маленькой тусовки между собой, человека, людей, которые просто хотели побыть вместе, в огромный проект, который сегодня работает по всему миру. И конференции «Лимуты» сегодня проходят не только во всём мире, но есть отдельный проект для русскоговорящих евреев, который в том числе проходит сейчас и у нас, в странах СНГ, в Соединённых Штатах Америки, в Израиле для русскоговорящих евреев. Как устроен «Лимут»? Он устроен очень просто. Мы выбираем какой-то город, в Украине в данном случае. В этом городе мы находим какое-то пространство, которое делаем на время конференции еврейским. Там есть примерно 6-7-8 аудиторий, в которых одновременно, нон-стоп, проходят всякие занятия. Это может быть всё, что угодно. Это может быть какая-то серьёзная лекция важного раввина. Это может быть танцы еврейские, это может быть пение, это может быть хендмейт, что-то делание руками, это может быть дискуссия. Мы стараемся пригласить людей интересных и разных со всего еврейского мира. Поэтому у нас много лекторов из разных стран, не только из Украины. Мы стараемся, чтобы это были какие-то звёздные люди, которым есть что сказать миру. В этом году, например, мы пригласили на Лимуд Вениамина Смехова, известного АТОСа, замечательного актёра, который сделает свой совершенно шикарный моноспектакль, на который мы приглашаем не только участников Лимуда, но и просто одесситов. Наш традиционный участник Левного Жёна, который будет свою новую книжку представлять на Лимуде. Наш участник Виктор Шендерович, который будет рассказывать о российской сатире. У нас будет Илья Ноябрёв, известный продюсер-телеведущий, автор передачи «Золотой гусак». У нас будет Володарский, известный автор монологов многих известных юмористов. Будет много других разных известных людей. Это я говорю о людях из СНГ, из Украины, из России. У нас будут изентёры из Молдовы и Белоруссии. У нас будет, конечно, много израильтян, о которых мы тоже расскажем сейчас вам обязательно. Слово «Молимуд» — это такое яркое, интересное, очень праздничное, большое мероприятие, на которое люди приезжают, очень ждут его. Наши участники — это больше 500 человек из разных стран, из Украины, России, Белоруссии, Молдовы, Израиля, Штатов, Австрии, Франции. Это люди, которые преданы проекту, которые приезжают из года в год. Мы посмотрели базу данных, больше 60% тех, которые приезжают четвёртый или пятый раз, что ужасно приятно для нас. Конечно, Одесса выбрана не случайно. Мы очень любим Одессу, все, кто приезжает сюда. Это очень правильный город для таких мероприятий, очень добрый, очень открытый, очень хороший, нам тут очень-очень комфортно. Совсем коротко о проекте я вам сказала, и теперь я очень рада представить вам тех людей, которые являются нашими, и организацией, которые есть нашими партнёрами, без которых идея «Лимуда» была бы невозможна вообще никак. В первую очередь я хочу сказать о первом секретаре посольства государства Израиля в Украине Юлии Дор, на территории которой мы проводим сейчас нашу фрес-конференцию, и которая, как найти в Израильский культурный центр, является нашим очень важным, очень ключевым партнёром в этом большом мероприятии. Мы очень рады, что с нами все годы проведения «Лимуда» в Одессе Светлана Буева, директор Департамента международных связей Одесского городского совета и вообще Одесская мэрия, которая нас поддерживает, и с которой мы очень рады работать, которые очень благодарны за то, что это наш партнёр и в наших документах, а самое главное на деле, очень много нам помогает. Наш генеральный партнёр в Одессе уже третий раз – это Международный еврейский общинный центр «Мигдали». Я рада вам представить Киру Верховскую, представитель управления этой замечательной организации. Я вам представляю директора издательского центра «Мигдали», дедактора журнала «Мигдаль Таймс» и руководителя нашего пиар-комитета «Инунайдис». Мы здесь все будем рады ответить на ваши вопросы и рассказать нам о проекте. Тема этого «Лимуда», как и темы всех «Лимудов», очень тесно связана с государством Израиль, которое по понятной причине для всех евреев является тем центром и тем важным сердцем любого еврейского проекта. Поэтому я даю сейчас слово Юлии Дор, пожалуйста. Тема этого «Лимуда» – Израиль, Одесса, Одесса-Тель-Авив. Да, как сказала уже Галина, это действительно основная тема этого «Лимуда», Одесса-Тель-Авив, Тель-Авив и Одесса. Я думаю, что о связях этих двух городов говорить лишним, и все об этом знаем. Тема выбрана не случайно. Мы в этом году отмечали и в Одессе тоже очень праздничное 65-летие государства Израиль. И Тель-Авив действительно выбран как центр темы этого «Лимуда» не случайно. Это культурная столица, символ современного Израиля. Одесса подарила именно Тель-Авиву, именно этому городу людей, которых мы, одесситы, уже знаем. И в этом году Одесская весна открылась днями Бьялика и так далее. Помимо Бьялика, это, естественно, Ежебутинский, Черныховский, Шалом Алейхем, Визен, Гофф и так далее. Конференция приурочена та же и к 140-летию нашего замечательного поэта, израильского поэта Хайма Нахмана Бьялика. Мы почувствовали, что, наверное, те торжества, которые были в его честь здесь, в Одессе, в апреле, есть смысл продолжать. И та выставка, которая приехала к нам в Украину из дома-музея Бьялика в Тель-Авиве, еще несколько дней побудет здесь, в Одессе. Откроет ее директор этого центра, директор музея Бьялика в Одессе, Аеля Члонский. Она приезжает сюда вместе со знаменитым израильским архитектором. Я могу сказать так в кулуарах, что одна из вещей, которая, на мой взгляд, если получится, я действительно желаю, чтобы это получилось, это выставка, которая, мы надеемся, получится после этого Лимуда, которая действительно опишет то влияние, архитектурное влияние, которое есть у этого города, у Одессы, на архитектуру Тель-Авива. На мой взгляд, идея отличная. Есть огромное количество людей и с израильской стороны, и со стороны Одессы, которые готовы присоединиться к этому проекту. Я очень надеюсь, что он получится. Также приезжает на Лимуд большое количество действительно израильских интереснейших личностей. Они, может быть, не очень знакомы Одесситам, и это отличная возможность познакомиться с ними. Огромная группа журналистов, как русскоговорящих, так и нерусскоговорящих. И лекции будут проводиться с переводом с английского или с эврита. Из русскоговорящих журналистов, я думаю, знакомы имена, как Маргалесник, как Виктория Долинская, которая приезжает сюда. Приезжает, да. Я рада видеть улыбки. Конечно. Яков Шехтер. Вот, Яков Шехтер, который будет здесь. То есть это огромная действительно плеяда израильских и русскоговорящих, опять же, и очень знаменитых для нас, израильтян, людей, которые, на мой взгляд, очень важно, с которыми очень важно познакомиться. Опять же, для нас, для израильтян, которые не выросли на постсоветском пространстве и знают об Одессе из учебников эврита, благодаря тому же Жабутинскому, Биалику, Черныховскому и так далее, это действительно возвращение к корням, культурным, литературным и так далее. И для нас действительно то, что Лимут в третий раз происходит в Одессе, это огромный подарок. И я желаю нам всем удачи. Спасибо. Действительно говоря, о любом проекте, любой, абсолютно любой проект, это словно зернышко, которое какие-то грежливые руки где-то его оставляют и за ним ухаживают. И вот в данном случае, действительно, переполняя чувство благодарности к тем людям, которые взращивают этот проект, и было найдено очень хорошее место для того, чтобы его, собственно, посадить и выращивать, это Одесса. Потому что с самого начала, когда мы познакомились с этим проектом, он для меня лично было такое неофициальное ощущение, что это Одесса в своем соку, в собственном соку. Да. Потому что вот здесь, вот именно в этом проекте отражаются все грани какого-то одесского национального характера, национальной культуры. Он здесь растет, он дает свои какие-то плоды, и вполне возможно, будет потом оказывать свое влияние на те проекты, которые будут проходить и в других городах. Но, судя по всему, он здесь очень хорошо прижился, очень стараются и организаторы, и мы как принимающая сторона тоже стараемся оказывать всяческое содействие этому проекту. Единственное только есть проблема. К сожалению, в сутках так мало времени для того, чтобы получить для себя лично возможность поучаствовать во всех мероприятиях, поэтому я максимально стараюсь впитывать информацию о том, что будет, и, может быть, побеседую потом с теми людьми, которые посетят теми мероприятия, где я лично не смогу поучаствовать. Я искренне им такой белой завистью завидую, потому что это весьма потрясающий проект, потрясающее действие. И спасибо организаторам огромное. Спасибо вам. Спасибо. Почему Мигдаль генеральный партнер Лимуда? Потому что мне кажется, что мне захотелось, чтобы Лимуд был в Одессе. Именно в Одессе, поэтому мы сразу откликнулись на то, когда нам сказали, может быть, Одесса хороший город, может быть. Я сказала, не может быть это совершенно точно, и мы с удовольствием принимаем участие в Лимуде, и с удовольствием приглашаем на Лимуд всех одесситов. Об этом никто, к сожалению, еще пока не сказал, но Лимуд – это еврейская конференция, такая еврейская тусовка для всех. В общем, как Мигдаль. Мигдаль тоже еврейская тусовка для всех. Если кто-то хочет почувствовать себя хоть чуть-чуточку в Евреем, или во всяком случае одесситов, да, то приходите в Мигдаль и приходите на Лимуд. А Лимуд, а Мигдаль будет там, в помещении, в 5 дней? 5 дней, 5 дней не будет. 4. 4 дня, подойди, 4 дня. 4 дня. 5-й день, как сейчас, будет? Ну да, но Мигдаль будет и там, и там. И на Малой Арнольдской, где делается вся контрабанда, и на Лимуде. Одновременно. Поэтому мне кажется, что этот проект и Одесса, как сказал организатор, инициатор Хайм Честлер, да, руководитель Лимуда, он сказал, что Лимуд и Одесса – это одно целое. Это, ну, создано друг для друга, поэтому у меня не было сомнений, что Лимуд в Одессе приживется, потому что это формат, который, мне кажется, одесситам интересен, а приезжим еще более интересен. Все, как Лимуд. Да. Такого сборища, не было. Такого сборища, особенно в Одессе. Ну, вот и все. Спасибо. Смотрите, почему Лимуд – совершенно уникальная история, потому что это добровольная история. В этом проекте есть очень мало штатных работников. Например, я являюсь единственным человеком, который на платной штатной основе работает в Украине, Молдове и Белоруссии. А все остальные люди, которые что-то делают в Лимуде, они все волонтеры. Вот все сидящие здесь люди, наши уважаемые партнеры. Все люди, которые делают сам проект, они волонтеры. Они тратят свое время, свои силы. Понятно, что они тратят это только потому, что им это интересно, хочется, для них это важно. Люди, которые приезжают сюда, они приезжают за собственные деньги. Понятно, что билеты, проживание в гостинице – это все стоит денег. Люди оплачивают это. Это очень важная штука. Человек не будет тратить деньги на что-то, что ему не важно и не интересно. Это очевидно. Он не будет брать дни от отпуска. Он не будет этим заниматься. Мы абсолютно плюралистичны. У нас есть право и место, и возможность высказать любое мнение. Если, конечно, оно не является для кого-то оскорбительным, если это не является скандалом и обижать кого-то, это запрещено. Все остальное, пожалуйста, мы открытая площадка. И у нас полная свобода выбора. Человек может ходить на все занятия. С утра до глубокой ночи. В 7 утра у нас первое занятие начинается. Бодрое утро. С доктором, который будет учить правильно дышать, двигаться и радоваться миру. Да. С 7 утра. И заканчивается. Нет, 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 нет. У него всегда есть своя аудитория. Мы знаем, даже знаем тех, кто точно придет на это занятие. И заканчивается занятие. Последнее занятие начинается в час ночи. Это всякие музыкальные вечера и все такое прочее для души. Какая-то игра мафия, что-то еще. А потом неформальное общение до 7 утра. В лобби неформальное общение. К доктору. К доктору. К доктору. И всем доброе утро. Человек может ходить на все занятия. Человек может ходить, вообще не ходить ни на какие занятия. Это его выбор. За это нас любят. За это народ выбирает, приезжает, очень ждет. И проблема сейчас была ужасная. С Одессой только одна. Ужасная проблема. Места закончились ровно через 2 недели. В гостинице 350 мест для проживания. Мы стали предлагать людям, нашли всякие варианты дешевых квартир. Там гостиницы рядом. На сайт выставляли, чтобы люди могли приехать. Это правда ужасная проблема. Мы понимаем, что мы хотим сделать в следующем году или дальше как-то делать уже не на 500, а на 1000 и больше. Человек мы понимаем, что это востребовано. Так что проект замечательный. Будем очень рады. А город какой замечательный? Город это вообще отдельная история. Одессу любят все. В Одессу приезжает радостная история. Это совершенно особая атмосфера, куда люди очень стремятся приехать и пригласить людей в Одессу из разных стран. Проблемой не является никакой. У вас очень теплый город, очень правильный для нашего. Очень наш, такой очень лимудный. Такой открытый, добрый, правильный, очень хороший. И мы будем очень рады, если вы придете тоже на нашу конференцию. С прессой у нас будет работать и на Найдис. Пожалуйста, и на два слова. Я хочу, как руководитель фиар-комитета, пропиарить одесситов, презентеров одесситов. Это замечательная плеяда литературного музея Каракина, Миссю и Вольска, который, в общем-то, визитная карточка нашего города. И я думаю, что для одесситов, для тех, кто не бывает на всяких конференциях, симпозиях и прочим, это редкая возможность послушать этих людей. Потому что в основном они представляют этот город для приезжих. Это одессит, который живет в Москве, Бору Горин, главный редактор журнала Лехаим и директор издательства книжники. Человек очень увлеченный, очень интересный и прекрасный рассказчик. И Яков Шефтер, одессит, живущий в Израиле, известный писатель, более известный, скажем, в Москве и в Израиле, чем в Одессе. И хочу сказать, что Мигдаль подготовил два подарка для Лимуда. Это журнал «Мигдаль Таймс», посвященный теме Одесса Телевик, где, кстати, есть статья об архитекторах. И книга Якова Шефтера «Приобознатый Явгулятор». Презентация была на русском. На русском? Нет, на русском. Название не было. Косицкого. Вот Голубовский сказал, что Яков Шефтер привнес в Одесскую школу литературную элемент мистики. Вот это как раз образец. Спасибо. Вопросы? Давайте мы его так. Смотрите, я скажу, что это технически будет. Инна, работая с журналистами, есть наш... Мы вам раздали пресс-релизы. Тут есть наш сайт. Там есть раздел «Контакты». Там есть координаты и мои, и Инны. Пожалуйста, заранее напишите на нашу почту письмо о том, что вы хотите. Там должны быть фамилии, имена тех, которые хотят быть аккредитованы, и, пожалуйста, мы будем вам рады, приходите. До этого нужно связаться с Инной. Там есть его координаты. Сейчас мы расскажем. Нет, он не приезжает в город, он приезжает на Лимут, конкретно на Лимут. Это наш гость, который приезжает к нам, прилетает 5-го числа. Билеты у нас. Сейчас я скажу по порядку. По порядку. У нас есть сайт, тоже, который указан в релизе, который мы вам дали. На сайте, по мере того, как готовится программа, мы выставляли что-то о презентерах, которые делают, вы можете прочитать, с фотографиями и описанием. Там же есть уже программа на сайте, выставлена программа, там есть тематика лекции, темы обозначены все. И описание лекции будет уже на самом Лимуте. Вот сегодня уже погрузили вот такую точную книжку, только вот написано «Ужгород», это будет «Одесса-2013». И в этой книжке будет описание, вот так будет выглядеть описание каждой лекции каждого презентера. Очень подробное. Ну, насколько человек хотел дать такое описание, понятно. Вот так будет выглядеть наша книжка. Вы ее получите на самом Лимуте. Эта книжка будет получена? Те, кто будет аккредитован, да, они получат, конечно, они получат. Что касается Смехова, я ответила, он приезжает, он гость Лимута, он с нами уже второй раз, он был в Витебске, ему очень понравилось, как это выглядит. Мы давно его хотели, давно его обхаживаем с разных сторон. Вот, Витебске, ему очень понравилось, он согласен и, в общем, радостно ехит в Одессу. Мы делаем большой концерт специально, мы поставили его моноспектакль, поставили в воскресенье 6-го числа, в 3 часа дня, чтобы было удобно приехать людям. Билеты можно взять в общинном центре Мегдали, обращаться, купить. Есть билеты? Те, кто будет аккредитованы, те пройдут со своей аккредитацией на спектакль, как участники. Еще вопросы? Самый главный вопрос, тем, кто не является участником Лимута, почему? Возможно попасть на Лимут, записаться. Я не знаю, мест уже... Осталось 6 мест. Конечно, закрыто. Да, но для одесситов есть курсовки, это определенного плана 6 мест здесь. Уже не может, потому что уже закрыто. Вы же понимаете, что есть определенные какие-то рамки. Например, кормить тех, кто присоединится уже дополнительно, мы точно не сможем, потому что заказано определенное количество. Пустить кого-то мы теоретически пустить можем. Есть такие желающие, будут. Я тогда сейчас дам распоряжение делать специальные бейджи, просто гостевые, которые дают право посещать лекции. Да, посещать какие-то лекции. Да, вы можете дать информацию. Я услышала вас. Потому что залы большие. Я услышала. И это реально. Вопрос, где залы? Потому что будет происходить в комплексе. Да. Отельный комплекс Одесса оказался местом очень приспособленным для этого мероприятия. После ремонта совершенно потрясающего. Там есть 6 залов. Нет, там не только первые. Там первые и вторые этажи. Плюс замечательный концерт-холл. И мы там выбрали 6 мест, где будут наши аудитории для занятий. Полностью приспособлены со всей техникой. То есть там все очень хорошо. Там очень по-разному мы расставляем. Там большие аудитории. Там есть большие аудитории, есть поменьше. То есть там хватит. Вот там точное место хватит всем. Что мы говорим? Слушайте нам, дать читателю, мы говорим, вы можете прийти. Мы можем дать телефоны, по которым мы еще будем просто записывать людей, которые хотят прийти. Они есть в городе. Благодаря нашим партнерам мэрии и нативу, Израильскому культурному центру, мы установили в городе много сетилайтов. Там есть телефоны нашего партнера Мигдаля. Мигдали гостевые. Вы можете позвонить в Мигдаль, получить там гостевой бэдж, который дает право только на посещение занятий. Ну, сори, без еды. Просто еды мы уже не закажем. Это не проблема. Сделать бэджи не проблема. И для таких людей сразу на входе мероприятие охраняется. У нас будет список. Уже мы будем знать, кто будет. Смотрите, мероприятие охраняется. Ходить по мероприятию без бэджа, как и в любой стране, будет нельзя. Сразу на входе будет хелпдеск, где все обратившиеся могут получить гостевой бэдж. И могут посещать занятия. Вот как-то так. Не знаю, как много таких людей будет. Можно телефон, да? 7-7-7-7-7-7-18. То есть мы поможем обучить? 100%. Да, да, да. Можно сделать рассылку по кредитованию журналистам. У меня есть конференции. Программы. Программы. Я же. Со своей стороны. Прошу. Только мне нужны электронные адресы. Я тебе прошу. Пожалуйста. Со своей стороны я могу предложить рассылку. Мою рассылку по всем одесским СМИ. Прекрасно. Очень хорошо. Будут информировать. Очень хорошо. Спасибо большое. Просьба пиар-комитета, которые на листок аккредитованы, потом нам материалы, которые... Что-то написать и не дать ссылку. Мы это опубликуем у себя на сайте. Мы это опубликуем в разных еврейских изданиях. Ну, просто на всякий случай мы решили это. У меня только одна просьба. Не, допустим, давать телефон в течение получаса, чтобы я успела сказать, что мы это решили. Потому что иначе в Мигдале еще никто не знает, что мы решили, что будет свобода. Да, да. Мы только что решили. Так же, как и Бейджи. В любой, посмотрите, господа, в любой ситуации... Друзья, в любой непонятной ситуации, пожалуйста, возьмите контакты на сайте Майи Инны и обращайтесь, если что-то будет непонятно для чего-то журналистам. Я всегда нахожусь с телефоном. Найти меня там очень просто. Еще вопросы. Вы предлагаете гостям экскурсов? В Одессе несколько? Несколько. Вы там есть Одесса-бандитская. Вы не боитесь, что люди, которые не знакомы с Одессой, в принципе, вас примут в наш город именно так? Не боимся. Мы не первый раз это делаем. У нас потрясающие экскурсоводы, которые обожают Одессу. Они сделают все, чтобы люди захотели вернуться еще в несколько экскурсий. Я прошу прощения по поводу... Подожди. Бандитскую Одессу, Анечка Миссю. Нет. Отчего? Нет. Анечка Миссю не делает бандитскую Одессу. Ну что? Очень интересная информация по поводу бандитской Одессы. Как раз я удивился. Значит, с 5 по 8 декабря в Берлине пройдет еврейская конференция большая. И мне написали приглашение выступить по лекции с бандитской Одессой. Записываете на экскурсию. Я серьезно говорю, да. Я настолько удивился, я посылаю письмо, буду уточнить и тему. Почему именно вы бандиты? А я объясню почему. Приезжала молодежь, войдет в Бандитскую Одессу, рассказывала по мишке Япончика. Немецкая молодежь приезжала. Это было летом. Мы только не пишем, что бандиты так что боятся. Запомнилась. У нас же бандиты были особые. Только в 20-х годах. Нет, мы сейчас поддельцы готовились, но не одесса. Акценты сместились поближе к другим городам. Ну, и уже перестали. Еще вопросы, если какие-то есть, рады ответить. Скажите, у вас нету программы, чтобы вы обеспечивали? Что с лекцией вы спросили, что с лекцией вы видите? Конечно, программа на сайте опубликована. Она уже есть. Ну, можно, наверное, сейчас посмотреть книжку, да, не слышишь? Нет, здесь уж городская книжка. Не, ну, мы знаем, кто приезжает. Я вам озвучила звезд, я вам озвучила. Об израильтянах мы сейчас сказали, да, кто будет. Развива. Будет, конечно, наш партнер Хаббат Одесса. Будет уважаемый Равин Вольф. Будет Равин Чечельницкий из Одесских Равин. Мы очень дружим и партнерствуем. Они будут замечательными совершенно лекциями. Будет наш, тоже наш уже обычный партнер Игорь Геллер, известный одесский человек, да. Будет целый ряд московских президентюр. Будет Олег Миламед, руководитель департамента туризма нового, самого шикарного еврейского музея, наверное, сегодня в мире, еврейский музей Центра толерантности в Москве. Он будет делать, 5-го числа, он будет делать вечером представление этого музея, презентацию его. Например. Тема лекции, презентация еврейского музея. Да. Смотрите, вы на нашем... Нет, у него будет бэтмидраж, посвященный Бяалику, например, да. Будет тема, связанная с еврейской генеалогией Владимир Полей, тоже человек, который занимается много лет, уже больше 20 лет, занимается еврейской генеалогией, например. Будет с разными темами известный московский легиарет Юрий Таба. Табак тоже, который обычно приезжает к нам на наши Лимуды. Тоже у него разные темы, с точки зрения с Холокостом. Будет директор тоже крупнейшего сегодня в Европе музея Холокоста в Днепропетровске Игорь Щупак с темами, связанными с Холокостом. Будет Аарон Вайс, человек-легенда, человек, который выжил в Холокосте. Он по сегодняшний день работает в американском джоинте, в израильском отделении. Он будет с темами о еврейских местечках в 30-е годы. Будет очень много разных интересных людей, совершенно разных. Будут выставки, совершенно уникальные. Будет выставка, о которой Юля говорила, будет выставка, посвященная Бяалику. Будет выставка Бау. Тоже уникальная совершенно выставка, уникальный человек. Потрясающая выставка, каких просто мало сегодня. Еще такая полноценная, очень красивая, хорошая выставка. Будет выставка одесского фотохудожника Бориса Бухмана. Замечательная совершенно выставка. Будет выставка киевской художницы Лены Левской, которая иллюстратор. Весный человек, сейчас она приезжает уже с лекцией большой и с выставкой. Будет выставка у нас по теме Холокоста. Директор музея Холокоста из Одессы Павел Козленко делает две выставки. И будут люди представлены тоже, которые с лекциями по теме Холокоста, одесситы. Какие выставки забыла. Даже выставка одна приезжает у нас из Могилева. У нас еще выставки будут. Одесские все я назвала, да? Одесские все я назвала. Рукоделие сколько? Очень много будет всякого рукоделия. Приезжает замечательная Ирина Никифорова из Москвы. Она вообще врач-психиатр, кандидат наук. Это ее хобби. Она делает потрясающей красоты броши валяния и шерсти. Шерсти какого-то мериноса. В общем, это красиво. Люди страшно любят женщины. Будет роспись по стеклу, будет какое-то детское плетение, будет керамика. Ну, там столько будет, что невозможно просто все... Да. Наш партнер, еврейский культурный центр Бэйт Гранд из Одессы, дает целую серию разных мастер-классов, очень ярких, красивых, необычных, всякие интересные занятия. Будет два больших мероприятия Бэйт Гранда. Команда КВН известная, и их большое выступление, прям такой большой концерт от Бэйт Гранда. И будет Клизмир Бэнд Одесса, тоже, которую они представляют. Будут «Мамины дети» с Валентином Кубой. Это из Одесского, да? Теперь будет известная израильская певица Дорит Рио Вени. Будет молодежная, очень яркая группа Козма. Они будут давать и концерт, и потом будет дискотека очень длинная. Будут веки новые, например, молодая девочка, потрясающая джазовая певица из Луганска, 17-летняя Даша, которая будет петь вечером. Будет бардовская песня, она ее привозит из Бельс, из Молдовы. Мы постарались сделать огромное разнообразие всяких видов деятельности. Будет что, и до танца самые разные. Приезжает Яна Брук из Санкт-Петербурга. У нее такая своя авторская школа еврейского танца, целой философии изучения еврейского всего через танец. Такая очень яркая, красивая, сама молодая, к ней очень хорошо идут. Люка Лобарева из Харькова будет танцевать. Витцер. Да, будет очень известный психолог, автор своих собственных методик, израильтянин Дима Витцер, который живет сейчас в Санкт-Петербурге. Там у него и школа неформального образования «Апельсин». Он представляет свою школу, представляет свои новые методики. Он будет. Кого я не назвала, если бы? Ну, кого-то не назвала. Кого-то не назвала. У нас будет больше 100 сессий, по-моему, 93 зенитёров. В общем, людей очень много. Илан Шхори. Когда Шефтер увидел впервые на сайте программу, он быстро написал мне в фейсбуке, «Галя, как вам удалось вытащить Шхори, попасть на его экскурсии в Тель-Авиве, совершенно невозможно. Мы за ним ходим просто толпой, это что-то невероятное». Я говорю, видишь, хорошо, а я не знала, что он такой известный. Он приезжает, но мы не всё же знаем. Мы зайдём, но мы не очень знаем, насколько это хорошо. Так что будет очень много очень ярких по-настоящему людей. Приходите. Скучно не будет. Он должен зарегистрироваться. Он позвонит, он придёт, наверное. Он придёт, принесёт паспорт хотя бы, чтобы мы... Фамилию, имя, отчество как-то... Вам придётся? Да, прямо к нам на Малую Арнольдскую. Малую Арнольдскую? Да, да. Всё. Всем в Мигдаль. Все эти мероприятия, какие-то из них классные, какие-то из них... Смотрите, концерты у нас... Концерты классные. Концерты отдельно. Мы о них сказали сейчас. Всё остальное... Ну, это сейчас я уже прямо так на месте принимаю решение, что... Ну, кормить мы уже, правда, не можем. Поэтому уже ходить... Ходить с костевым бейджем мы решили пустить. Я не думаю, что будет огромное количество людей. Почему нет? Почему нет? Я бы не хотела, чтобы... Мне бы очень хотелось, чтобы было огромное количество людей. Это интересно. Ты за вас сказала? Нет, вы знаете, подождите, а если серьёзно... Да, да, я серьёзно говорю. Вы знаете, это немножко не получает... Да, это не совсем правильно. Поэтому какая-то сумма, наверное, там символическая будет, потому что иначе мы, правда, не справимся с этим. Мы не справимся просто с этим. Сумма или количество людей? И сумма, и количество. Наверное, просто гостевая, давайте хотя бы, я не знаю, ну, хотя бы 50 гримм. Нас просто неправильно пояснили. На все дни, на каждый день. Но без питания. Ну, как-то так. Да ладно без питания. Мы в одессе. Мы спрашиваем, как попасть. И какое-то количество... Нет, так реши, скажи мне. Я же... И какой... А вы ограничите список не больше 5,10 человек? С точно. Не больше 5,10. Что? Я ответила. Ну, для Одессы 50 человек это мало. Так, мы потом... Говорите, мы не делаем. Нет. Но у них есть экономическая составляющая. Вся Одесса прилетёт в гости. Отзвучьте одно решение и не путайте. Давайте скажем, если мы без питания просто пускаем людей, это 50 гривен. Всё. Гостевой бейдж. Гостевой бейдж. И сколько у нас мест мы озвучили? И мы озвучили 50 мест. Всё, мы закрыли эту тему. Всё. Ну, это хорошо, 2 по 50. Дорога по вкусу. Вы рассказывали о том вкусном мероприятии одесситам, и они спрашивают нас, как попасть. А декабрь не попасть. Кира, мы не вправим. Справимся. Нет. Справимся. Дело в том, что в воскресенье пойдут все. Понедельник половина одесситов на работе. Мы справимся. А что делать вторая половина одесситов, которая не работает? Не работает. Так. Под твою ответственность до 100 человек, и вы организуете как-то, чтобы это было... Бейджи организуют. Нет, бейджи мы, а всё остальное... А всё остальное мы. Всё. Они выкрутили мне руки. Все сверили. 50 гривен, да? С этого начнутся наши репорта. С выкручивания руки. Не, не надо. То есть 50 гривен, да? Они же милые, да. Да, Галя. 50 гривен, 100 человек. Конечно, справитесь. Не нужно... Нет, так уже... Извините, уже... Уже 140 одесситов взяли курсовки. То есть это не на всю Одессу. 140 уже... Нет, я не веду, что если сейчас сказать, что... Ничего страшного. Всё, говорите. Всё, всё, говорите. Следующий раз, когда Лимуд будет в Одессе, они хотя бы будут знать, что надо идти и регистрироваться. На большие мероприятия, там зал на... На 800 человек. Мы... Вот на большие мероприятия... Там, где написано концерт... Там, где написано концерт-хул, это большое мероприятие, это огромный зал. На который можно купить билеты, там 300 человек, например, на каждое мероприятие. Я думаю, что Одесский Лимуд станет последним Лимудом на 500 человек. Я тоже надеюсь. Что эта конференция поймёт, что нужно сделать... Вопрос в деньгах, да? В связи с этим вопросом, Галина, вы тут наговорили, что это недели на день. Как вы умудряетесь... Одновременно. Одновременно. В этом вся идея. Понятно поздно. Может быть, на следующее нам всё-таки сделать более... Это вопрос только бюджета. Вы же понимаете, что люди оплачивают только частично. Мы находим спонсоров. Это очень тяжело. Это очень хлопотно. На всеми не хватает денег. Вопрос только в этом. Всё. Других неких вопросов. Можно сделать и неделю. В Англии это длится неделю. Вот в Англии почти на 3000 человек это длится неделю. А в некоторых городах это длится один день. И тогда это очень дешево. В Молдове мы делали один день. Не надо селить. В Кишинёве был один день. Поэтому Одесса привлекательна, я думаю, для спонсоров тоже. Поэтому и третий раз в Одессе. Не только потому, что Одесса такой чудесный. Может, мне не уговорят, я за Одессу тебя двумя руками, ты хорошо говоришь. На самом деле они так. Они платят за свои билеты, они приезжают за свои деньги. Они платят достаточно приличный взнос на лимон. За участие. Они частично оплачивают за свои билеты. Одесситы, мы договорились, торговались, платят практически символически. Последний раз, когда Одесситы платят так мало, это же другая. Давайте заканчиваем. Ну это мы торговались за Одесситов так. Кира, я думаю, что это отличная возможность для Одесситов, которые находятся здесь, заплатив действительно копейки, позволить себе отличный отпуск. В какой-то такой абсолютно другой реальности, да, и Одесской, и еврейской, и израильской. Эти три дня я называю ему всегда праздником. Это настоящий праздник. Это праздник выбора, когда у тебя есть возможность одновременно увидеть такое огромное количество людей, познакомиться с огромным количеством людей. И себя показать. С моей стороны, да, вернуться домой, вернуться в Одессу, еврейскую, израильскую и так далее. Это умный отдых. Я думаю, что мы в последнее время начинаем ценить этот стиль отдыха, да, что у нас есть замечательных три дня, холодных, дождливых, серых, отвратительных. И я благодарна действительно организации, благодарна конференции, которая выбрала Одессу. Благодарна муниципалитету, главе города, Светлана Юрьевна, вам, за то, что вы всегда принимаете нас очень-очень хорошо, и нам всегда здесь очень уютно. Спасибо, но это взаимно. И опять же, приглашаю людей. Я думаю, что организаторы решат проблему бейджиков, не бейджиков. Я думаю, что действительно отличное выражение действительно публики сказать вам, ребят, нужно расширяться, тем более в Одессе, тем более если мы действительно можем позволить себе гулять по Одессе и видеть ваши рекламы на ситибордах и так далее. И подарите возможность людям, Одессе, которые, в принципе, живут в этом мире и так, действительно встретиться с уникальными людьми, которые приезжают со всего мира. Мы говорили действительно о тех людях, которые приезжают из Израиля, из Штатов, из России, из Молдавии, из Белоруссии, из Украины, встретиться с ними, узнать что-то, что, может быть, не знали, и встретиться с новыми людьми, потому что, Галина об этом не говорила, это действительно сообщество, это сообщество очень интересных людей, с которыми выбираешь жить дальше и отдыхать по-умному дальше. Я желаю удачи нам всем, всем партнерам. Дай бог, бегаешь обычно, вот так с программой, смотришь, куда бежать, глаза разбегаются. И еще один вопрос из Татарии. Да, пожалуйста. В Одессе это проводится в третий раз. Ну, я как-то свяжу за людьми событиями, но об этом празднике я узнал только сейчас первый раз. Вы знали, что мне такое интересно, почему, как проходили поведущие, и почему бы я была не особо изменена? Была пресс-конференция, на которую никто не пришел. Мы проводили в мэрии в прошлом году пресс-конференцию. Вы приглашали, никто не пришел. Я отвечу дипломатически. Конференция – это проект. И, как сказала Светлана Юрьевна Боева, это зерно, которое растет. И то, что в этот раз вы узнали, и ваши дети придут на эту конференцию, это значит, что мы растем, и растем в правильном направлении, и что люди об этом знают больше и больше. И я надеюсь, что все пройдет хорошо. Этот шум, так как Одесская радио, он знаменит, мы все знаем его влияние. И там были бигборды по всей Одессе на первый раз, что вы это понимаете. Так что вы журналисты, я очень рада. Были сюжеты на телевидении. Можно не обратить внимания, потому что, ну, Лимут Одесса. Были билборды, были фитилайты, были репортажи. Мур-вокзал принимал, то есть достаточно все было. Дважды были на Мур-вокзале огромные мероприятия. Ну, господа, да, правда. Макаревич здесь был даже. Давайте так, да. Делитесь новостями. Делитесь новостями. Спасибо вам большое за то, что вы пришли. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Спасибо.